Плечом к плечу сочинские подразделения МВД прошагали по театральной площади и отметили свой праздник. В Сочи создадут банк перспективных студенческих работ. Это предложили преподаватели во время встречи с главой города. Школа глаукомы «Катаракты» открывается в Сочи. В нее приглашают всех желающих. Сборная России по футболу приехала в Сочи и первым делом встретилась со своими юными фанатами. В их руках безопасность и спокойствие граждан. Полицейские России приняли поздравления. День сотрудников органов внутренних дел отметили по всей стране. Лучших полицейских Кубани чествовали в Краснодаре. Торжественное собрание прошло в филармонии. Начальник главного управления МВД России по Краснодарскому краю Владимир Андреев вручил отличившимся служащим ведомственные награды. В истории главного управления МВД России по нашему краю немало примеров мужества, самоотверженности, беззаветной преданности закону и долгу. И сегодня сотрудники органов внутренних дел вносят неоценимый вклад в дело борьбы с преступностью, охраны конституционных прав и свобод жителей и гостей нашего региона. Собравшихся поприветствовали глава региона и председатель краевого законодательного собрания. Губернатор вручил благодарность и за доблесть в охране общественного порядка на Кубани. Вениамин Кондратьев отметил, что благодаря полицейским края уровень преступности снижается, несмотря на растущее количество населения. Вы выбрали в жизни для себя эту профессию. Это, наверное, даже не профессия. Это ваша судьба. Вы выбрали себе судьбу, беспокойную судьбу. Судьбу, где нет выходных, где нет праздников. И если зовут на помощь, ты не можешь ни прийти, ни откликнуться. Это ответственность за себя, за свою семью. Ответственность за свой район, за свой город, за свой край. Вот что такое полицейский. Настоящий полицейский, какую бы должность ни занимал участковый, следователь, сотрудник патрульно-постовой службы, либо генерал. Ты всегда остаешься полицейским. Ты всегда остаешься готовым прийти на помощь. Кто об этой помощи вызывает. Это отличительная черта нашей кубанской полиции. Именно такая. Всегда быть на службе. Сегодня вся страна чествует людей, чье призвание – хранить закон и порядок. Выбрав эту профессию, вы взяли на себя обязанность бороться с преступностью, защищать права и свободы наших граждан. Вы надежно противостоите всем вызовам. И мы по праву гордимся настоящими профессионалами, которые достойно несут свою службу. Кинологи-участковые, бойцы спецподразделений – два десятка тысяч сотрудников. За год они раскрыли больше 25 тысяч преступлений. На плечах полицейских обеспечение безопасности на событиях мирового уровня, проводимых в крае. На Кубань все чаще переезжают. Только в прошлом году край принял на постоянное место жительства около 60 тысяч человек. И это в том числе заслуга хорошей работы полиции, уверен губернатор. Раз они сюда едут к нам со всей страны, то здесь без всякой статистики. Это признание того, что на самом деле наш регион комфортный для жизни. А это еще раз подчеркиваю, в первую очередь для людей, в первую очередь важно спокойно гулять по улице. Уверенность в том, что на самом деле они защищены. Это просто нормальное желание любого человека жить в таком крае, в таком регионе. Быть защищенным, и это чувство защищенности должно не покидать его никогда. Вот они все, я уверен, кто переезжает к нам на постоянное место жительства, убеждены, уверены в том, что здесь они максимально защищены. В честь праздника глава краевой полиции вручил награды четырем победителям проекта «Поступок». На эту премию номинируют сотрудников полиции, рисковавших жизнью при исполнении служебного долга. Призеров выбрали по результатам народного голосования. Поздравили полицейских и творческие коллективы. День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации отметили и в Сочи, на Театральной площади. Там прошел парад отделов и подразделений сочинского гарнизона МВД. У праздника довольно большая предыстория. Нынешняя дата появилась в 1962 году, когда в Советском Союзе был учрежден День советской милиции. Его приурочили к 10 ноября. Именно в этот день, в 1917 году, было подписано постановление о создании рабочей милиции. В торжестве на площади приняли участие сотрудники не только полиции, но и Росгвардии, казаки, юнормейцы. Было немало и ветеранов. Как сказал глава Сочи Алексей Копайгородский, во многом благодаря сотрудникам правоохранительных органов, курорт считается одним из самых безопасных городов России. Многочисленные событийные мероприятия, которые проходят на курорте 12 месяцев в году, постоянно демонстрируют высокий уровень вашей профессиональной подготовки. Вы способны выполнять самые трудные и ответственные задачи. Это пресечение нарушений общественного порядка, предотвращение террористических актов, экстремистских проявлений и задержание опасных преступников. Во время праздника отличившимся сотрудникам МВД были вручены награды, знаки почета, благодарственные грамоты главы Сочи. К другим новостям. За невыполнение нацпроектов может грозить уголовная ответственность. Дмитрий Медведев рассказал о последствиях в случае срывов по госпрограммам. Премьер-министр сегодня на селекторном совещании обсудил с главами регионов, как идет реализация национальных проектов. Участие в заседании принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Отдельно председатель правительства заострил внимание на развитии малого и среднего предпринимательства. Отдельная тема и важная – это доступ малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей к льготным кредитам. Мы внесли ряд изменений в программу льготного кредитования по ставке 8,5%. Увеличили размер кредитов на инвестиционные цели, расширили перечень приоритетных отраслей, включили туда и торговлю, и общий ПИД. Мы можем принять и другие дополнительные меры, дать коммерческим банкам возможность рефинансировать ранее выданные кредиты по рыночным ставкам, чтобы предприятия могли все-таки активнее эти кредиты брать. На Кубани в этом году на выполнение нацпроекта «Мало и среднее предпринимательство» предусмотрен 1 миллиард рублей. В крае уже внедрены такие инструменты поддержки, как фонд микрофинансирования, который выдает кредиты по сниженной ставке, и центр поддержки экспертно-ориентированных субъектов малого бизнеса. Это уже принесло свои результаты. На сегодняшний день в регионе число занятых в небольших частных коммерческих предприятиях превышает 750 тысяч человек. Серьезные цифры демонстрирует и нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Объем, поставляемый из Краснодарского края за рубеж продукции, составил 2 миллиарда долларов. Практически полностью выполнены показатели по экспорту мяса и молока. В Сочи пройдут соревнования между отрядами юно-армейцев Лазаревского района. Провести турнир планируется в середине декабря. Инициаторы – депутаты 13-го избирательного округа в Дагомесе. Недавно они подарили форму отряду 82-й школы. Сборка и разборка автоматов после занятий – вполне обычное дело для этих ребят. Два года назад в 82-й школе появился отряд юно-армейцев имени Георгия Жукова. Сейчас в нем 20 человек, но скоро будет новый призыв. И нынешний состав будет учить новобранцев. Мы занимаемся здесь стрельбой, военная подготовка. Также мы изучаем историю, рукопашный бой. Нам помогают депутаты, которые оплатили нам полевую форму. Это Сергей Сергеевич Эксюзян. Благодаря поддержке депутатов городского собрания Сочи, юно-армейцам теперь стало комфортно заниматься. И они смогли достойно выступить на краевых соревнованиях. Наша команда выиграла в городе Сочи. Проходил турнир имени генерала Трошева. Мы заняли первое место. Поехали в «Горячий ключ». Нам понадобилась полевая форма уже, чтобы единая форма одежды была. Нам помог депутат. Есть 20 комплектов формы для занятий и для выезда именно на соревнования. Занятия у юно-армейцев проходят несколько раз в неделю. В канун празднования 75-летия за Дня Победы они организовали почетный караул у мемориала, расположенного у местного Дома культуры. Сейчас юно-армейцы планируют провести соревнования среди школ Лазаревского района. И на этот раз не обойдется без помощи депутатов. Мы закажем кубок, который будет являться призом. Он будет переходящим. То есть в этом году, кто его выиграет, в следующем году будут новые участники. Также я думаю, что надо будет их поощрить. Мое мнение, устроить, может, какую-нибудь экскурсию, свозить детей куда-то, что-то показать. Также одеть их полностью, чтобы они соответствовали форме. То есть не просто сегодня мы купили, просто выходили в форму, но я смотрю, что обувь у них разная. Как-то не совсем это красиво. То есть на соревнованиях будут все в одинаковой форме и в берцах. Помимо материальной помощи, депутатский корпус 13-го избирательного округа в Дагомысе будет курировать юно-армейское движение, ездить с отрядом 82-й школы на соревнования и всячески их поддерживать. В Сочи будет создан Банк перспективных студенческих работ. С таким предложением выступили преподаватели Сочинского государственного университета во время встречи с главой города Алексеем Капайгородским. Мэр поддержал эту инициативу. Главу города в университете встретили как дорогого гостя – хлебом с солью. Кстати, СГУ в этом году исполняется 30 лет. До общения с преподавательским составом Алексея Капайгородского познакомили с работой вуза. Показали лаборатории, зашли и в медкабинет. Такого, по словам ректора университета Галины Романовой, нет ни в одном высшем учебном заведении курорта. Мы рассмотрели несколько аудиторий, где проходили занятия. Во время общения со студентами глава города напомнил молодому поколению о предстоящем, важном для всей страны, празднике 75-летии победы в Великой Отечественной войне. У нас есть наши дорогие ветераны, которым нужно уделять время. Для них очень важно ваше внимание. Им нравится, когда к ним приходит молодое перспективное поколение, которое должно напитываться у них знанием, потому что вы тоже когда-то станете столь уважаемыми пожилыми людьми, и вам тоже будет хотеться передать свои знания, навыки, умения молодым перспективам. И вот эти все процессы передачи информации от старших к младшим, она должна быть. Это очень важно. Что касается совместных проектов вуза и города, их много. Часть из них уже работает. В частности, при активной работе университета на курорте развивается волонтерское движение. Социальная сфера – это уже перспективное направление работы вуза. Необходимо привести в соответствие структуру потребностей, структуру предложения. И нам сейчас надо подготовить кадры, которые смогут работать в очень востребованных детских садах, в школах. Мы сейчас этот диалог активно ведем, выясняем структуру потребностей для того, чтобы университет спланировал свою дальнейшую деятельность. Говорили, например, о том, что вуз готов поучаствовать в развитии на курорте агротуризма, предложить свои исследовательские разработки в области зеленых стандартов. И, как отметили педагоги, университетский потенциал будет полезен в разработке концепции развития Сочи. Сейчас как раз власти города работают над этим документом. В завершении встречи Алексей Копайгородский пообещал сотрудникам СГУ встретиться еще раз в более узком кругу и обсудить детально все озвученные предложения. Кстати, на следующей неделе вуз будет отмечать 30-летие. В Сочи выбрали самых веселых и находчивых. В Зимнем театре накануне прошел Кубок главы города среди команд КВН. Кубок приурочили ко дню рождения КВН. Участниками стали команды высшей и премьер лиги Михаил Дудиков, город Ставрополь, сборная Краснодара, 19.30, город Ростов-на-Дону и планета Сочи. У сочинских юмористов есть свой дом КВН. И вот уже несколько лет ребята не только помогают студенческим сборным, но и развивают проект «Школьная лига КВН». В нее входит полтора десятка команд. В июле участники «Планеты Сочи» стали лучшими на фестивале «Голосящий Кивин». В этот раз юмористы соревновались более двух часов. Разминка, музыкальный конкурс и даже вопросы из зала. Ты посмотри на себя, ты же жирный, как майонез. Только майонез, отличается. Знаешь, какой бывает? Какой? Нежный! А ты не нежный, ты крупный майонез! В состав жюри вошли участники знаменитой сочинской команды «Утомленные солнцем». А в числе зрителей был их глава города. Алексей Копайгородский перед вручением наград поблагодарил всех КВНщиков за веселый вечер. У нас великолепные команды, хороший зритель в зале и, конечно же, актеры. Очень сумасшедшие, серьезные, с позитивной, серьезной энергией. Я думаю, что вы сами сегодня увидели, кто первый, второй, третий, кто четвертый. У жюри на это есть полноценное право. Но для нас, для всех эти команды подготовили серьезный праздник. Спасибо за вопрос о курортном сборе. Сильная тема. И отдельные слава благодарности команде из Ставрополя. Именно Ставропольская команда Михаил Дудиков и увезла из Сочи кубок главы города. Остальные команды с равным количеством очков разделили второе место. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. 12 ноября в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11. Днем 18-20 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 17. В Красной Поляне ясная температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9. Днем плюс 19, плюс 21. В минувшие выходные в Сочи прошел День здоровья. И сразу в двух районах в Адлерской поликлинике субботний день посвятили профилактике диабета. А в первой поликлинике на улице Донской все желающие могли пройти диагностику онкологических заболеваний. Продолжит Татьяна Говоркова. В День здоровья пациентов в поликлинике на Донской не меньше, чем в будние консультативные и диагностические приемы здесь проводятся регулярно. И жители микрорайона об этом заранее информируют представители местного ТОСа. Мы вешаем объявления и делаем смс-рассылку домкомам, так как мы работаем с домкомами и с другими председателями ТОС по всему городу. На этот раз в выходной день без очередей предварительных записей все желающие могли получить бесплатную консультацию гинеколога и мамолога, а также сдать анализ крови на онкомаркеры. Под руководством Министерства здравоохранения Краснодарского края и регионального отделения партии «Единая Россия» в крае активно реализуется партийный проект, посвященный охране здоровья населения. И в рамках реализации данного проекта сегодня в стенах данного подразделения, городской поликлиники номер один, мы проводим День здоровья, посвященный профилактике онкологических заболеваний у женщин. Многи на ширине плеч, руки на бедра и наклон с левой стороны. Пошли. Раз, два. Профилактическая гимнастика, которую нужно делать ежедневно и всем, чтобы поддерживать свое здоровье, прошла в Адлерской поликлинике. Здесь День здоровья посвятили борьбе с диабетом. Началом заболевания у больных появляется постоянная сухость во рту, чувство жажды с невозможностью утолить ее. Больные люди выпивают до нескольких литров суточной жидкости. Какие симптомы характерны для этого заболевания и как его предотвратить, посетители могли узнать из специальной лекции. А чтобы послушать полезную информацию, могли все в поликлинике включили радиоточки. Поэтому можно было тут же, услышав про группы риска, сдать анализы на уровень сахара в крови и измерить давление. Профилактические дни здоровья, я могу сказать, что они еженедельно у нас проходят. Суббота – это такой день, когда люди как раз смогут посвятить самих себе, вспомнить о том, что есть у них такая важная и ценная вещь, как здоровье, прийти в поликлинику и профилактически пройти определенные мероприятия. В этот день пациенты также могли проконсультироваться у эндокринолога, проверить зрение, сделать кардиограмму и флюорографию. Все результаты направлены участковым терапевтом, чтобы при необходимости врачи могли сразу же назначить лечение. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Школа глаукомы и катаракты открывается в Сочи. В нее приглашают всех желающих. Врачи-офтальмологи 4-й горбольницы будут развенчивать мифы о заболеваниях глаз и рассказывать о современных методах лечения. Такие образовательно-профилактические мероприятия сочинские офтальмологи проводят дважды в год. Рассказывают о предупреждении глаукомы и катаракты, о важности своевременного обращения к врачу, так как пациенты порой недооценивают всю серьезность этих заболеваний, а они неизлечимы. Изначально наша задача была победить первичную терминальную глаукому на наших приемах. Было очень много пациентов, которые обращались впервые к доктору, а этим пациентам, к сожалению, ввиду необратимой слепоты, помочь ничем нельзя было. И мы поставили задачу в течение пяти лет это исправить. Я думаю, что все эти действия, все эти мероприятия, как и Дни здоровья, которые мы также проводим, приведут к своему результату. И на первичном приеме все-таки терминальной глаукомы, когда уже помочь нельзя, будет меньше. Наше мероприятие пройдет 16 ноября в 11 часов в Большом актовом зале нашей больницы. Будут у нас две лекции по глаукоме, катаракте. И в конце будет первичная диагностика органов зрения для всех присутствующих. Приглашаем всех. Школа глаукомы и катаракты – общегородское мероприятие. Вход на него свободный. Место проведения – горбольница номер 4. К слову, сегодня офтальмологи России празднуют свой профессиональный праздник. Самое главное, как нам кажется, благодарность для нас – это зрение пациента. Выше этого благодарности не существует. Я желаю здоровья нашим пациентам. Я желаю успехов в труде нашим коллегам. В Сириусе пройдет бесплатный концерт. На сцене выступят воспитанники образовательных смен по направлению музыкально-исполнительское искусство. А такие открытые концерты юные дарования дают раз в месяц. Все музыканты предварительно проходят мастер-классы с именитыми педагогами. Воспитанники центра также пишут свою музыку, играют ее, получают критические или хвалебные рецензии. Год назад было решено, что в рамках образовательной программы талантам необходим и массовый зритель. Поэтому уже 13 ноября в среду дети, которые столько сил и времени отдают любимому делу, дадут полноценный концерт под названием «Музыка для флейты и фортепиано». Все желающие могут совершенно бесплатно посетить его в Парке науки и искусства «Сириус». Зал «Оранжевый форум». Начало 18 часов. Вход свободный. Сборная России по футболу сегодня провела в Сочи свою первую тренировку. Футболисты в течение четырех дней на федеральной базе «Югспорт» будут готовиться к матчам отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Расскажет Ольга Десятого. В последний раз на поле центрального стадиона в Сочи игроки сборной России по футболу выходили год назад. Тогда они тренировались перед встречей с Турцией в Лиге наций. Сегодня повод куда посерьезнее. Команда готовится к предстоящему матчу с командой топ-уровня – Бельгии. Встреча пройдет в рамках отбора на Евро 2020. В Москве у нас пасмурно и дожди, а здесь солнце. Поэтому мы выбрали, потому что четыре рабочих дня надо все эти дни правильно использовать. Погода здесь благоприятствует. Естественно, поле, вы видите, к нашему приезду подготовили на топ-уровне. На сборы в Южную столицу были вызваны 25 футболистов. В их числе и два игрока футбольного клуба Сочи – Федор Кудряшов и Саслан Джанаев. В выходные футболисты отыграли матч в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги. Поэтому в Сочи игроки сборной приехали в разном физическом и эмоциональном состоянии. Асдоев работал отдельно с физиотерапевтом. Головин ушел с поля, так и не начав тренировку. Отбежись на чехле! Зато успел раздать автографы и сделать несколько селфи с фанатами. На открытую тренировку пригласили юных футболистов. Дёба, Дёба, Дёба! Мы рады, что они приезжают к нам в город тренироваться и мотивируют нас. А капитана нападающей сборной Артём Дзюба сегодня смотивировал Сочинку Яну Тимошенко. Наша сборная – команда. Спасибо. Спасибо большое. Девочка страдает мышечной атрофией. Она обожает футбол, смотрит все матчи с участием сборной и мечтает стать спортивным журналистом. Сегодня сбылась ещё одна мечта – футболка с автографом кумиров. Откуда у Яны это любовь к футболу? Я думала, что это увлечение. Оказывается, это её вторая жизнь, это её бодрит, это придаёт сил. Российские футболисты после уверенной победы над Кипром в прошлом туре уже гарантировали себе участие в чемпионате Европы. Впереди матч с Бельгией. Настроение перед встречей, говорят футболисты, боевое. Отлично, боевое. Все готовы играть, все хотят играть этот матч, потому что соперник серьёзный. На данный момент занимает первую строчку в турнире таблицы. Поэтому будем отдавать все силы, чтобы победить. Ну а сейчас есть шанс попасть в финальную часть чемпионата с первого места в группе. Для этого призёра прошедшего чемпионата мира Бельгию нужно обыграть со счётом 2-0. Реально, но будет очень тяжело, так как Бельгия, наверное, одна из сильнейших команд сейчас в мире. И у них такой подбор игроков, все играют в топовых чемпионатах, клубах. Но при правильной подготовке, настрое, я думаю, есть шансы у нас. Нам надо подготовиться, оценить свои возможности. Естественно, понятно, мы играем дома с топ-командой, мы знаем, что они могут, мы знаем, что мы можем. Ну и главное подготовиться. Сегодня втягивающая тренировка у спортсменов длилась не больше часа. Кто в каком состоянии прибыл на сборы в Сочи, тренерский штаб оценит уже завтра. В Сочи сборная России по футболу проведёт ещё три тренировки. А 14 ноября наши футболисты из южной столицы отправятся в Северную. Там в пятницу команда будет тренироваться на стадионе Санкт-Петербург, где уже в субботу, 16 ноября, сборная России по футболу встретится со сборной Бельгии. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. Добавлю, что уже на следующий день после матча с Бельгией сборная России по футболу отправится из Санкт-Петербурга в Риме не там. Во вторник, 19 ноября, наша команда встретится со сборной Сан-Марина. И в продолжении темы футбола. Сегодня в Сочи этим видом спорта увлекается порядка 20 тысяч человек. 6 тысяч из них – воспитанники сочинских спортивных школ. Какие дополнительные возможности для тренировок появились у них после Чемпионата мира по футболу, в интервью нашему каналу рассказал директор городского департамента физкультуры и спорта Сергей Пелосян. После Чемпионата мира в муниципальную собственность перешли два поля тренировочных, которые расположены в Адберском районе на улице Гоголя, с натуральным покрытием. И там сегодня наши дети, которые в муниципальной школе занимаются футболом, уже тренируются. Также в рамках подготовки к Чемпионату мира были отремонтированы поля на Центральном стадионе, это имени Славы Митревели, на Мацесте были отремонтированы поля. И все эти поля, самое главное, полностью соответствуют всем требованиям ФИФА. У них очень жесткие требования, и все эти требования были выполнены. И сейчас это все осталось нам, и там проходят тренировочные процессы. Также уже силами города было организовано футбольное поле в поселке Красная Поляна с искусственным покрытием. Там тоже сегодня тренируются наши ребята. И там, где в Адлере с натуральным покрытием футбольные поля, также сейчас одно поле уже построено искусственное, одно поле близится к завершению. Соответственно, вся инфраструктура, которая была необходима для развития футбола, она в городе Сочи есть. В планах у нас сделать капитальный ремонт поля в поселке Краево-Армянское. Сейчас уже получена положительная экспертиза, и в ближайшее время начнутся строительные работы на площадке. И отремонтировать футбольное поле в поселке Лазеровское на территории 92-й общеобразовательной школы. Поэтому вся инфраструктура сегодня готова. Набирать детей мы продолжаем. Футбол в Сочи развивается, и я думаю, что скоро наши сочинские ребята уже будут показывать достойные результаты. И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Заходите на наш канал в Ютьюбе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...